Въезжаем в город Пуэрто-де-Санта-Мария. Хотим там выпить чашечку кофе. Я хочу поплавать в море. Двинуться дальше. Что-то выпрашиваешь. Нет у нас ничего. Все съели. Заселяемся в отель. Контанчики. Зона отдыха. Наш номер вот он. Крыша стеклянная. Окей. Пошли в номер. Попугай. Красиво. Наш номер. Маленький, простой. 50 долларов. Герт, как всегда, красивый. Так, телевизор, картина. Я тоже ничего. Санузел. Все есть. Все, что нужно. Для двух звезд совсем неплохо. Мы сейчас сидим во внутреннем дворике нашего отеля. Наш номер открыт. Сидим, наслаждаемся с гертом бокалом вина. Всем рекомендую. Всем рекомендую этот отель. Прекрасное место. Тихо, спокойно. Красиво, чисто. Отель, в котором мы останавливались. Санта-Барбара. Две звезды. Но очень даже уютный, неплохой. Добрый день, друзья. Снова с вами Инесса и Герд. Привет. Еще раз привет. Канал Скандинесса. Мы продолжаем наше путешествие. Двигаемся в сторону Португалии теперь. Кто смотрел наше видео, мы уже много где побывали. Приземлились в Малге. Из Норвегии прилетели. И были на Гибралтаре. Сегодня провели ночь недалеко от границы с Португалией. Просто взяли время, чтобы немножко передохнуть. И сегодня едем в Португалию. Сначала хотели поехать в город Фару. Но что-то там не нашли каких-то приличных апартаментов. Все, наверное, уже забронировано. Мы думали, что сентябрь это не жаркий сезон. Но не так все легко. Поэтому мы решили сразу двигаться в сторону Лиссабона. То есть мы нашли небольшие апартаменты или гостевой дом недалеко от Лиссабона. Двигаемся туда. Нам ехать 4 часа. 305 километров. Сейчас заправились. 95-й бензин здесь стоит евро 40. Неплохо. Смотрите, сколько солнечных панелей. Сейчас покажу. Прямо поля. Через полтора километра пересекаем границу Испании и Португалии. Хочется посмотреть, как это выглядит. Тут был просто один знак. Такой же знак Евросоюза. Граница. И все. Попробую заснять. То есть какая-то речушка. Это и есть граница Испании и Португалии. Так. Здесь Испания. Ага. Вот это вот река. Но она еле видна. И, пожалуйста, мы в Португалии. Так, у нас взбесился GPS-навигатор. А, нет. Это он просто предупредил, что мы в Португалии. Будьте осторожны. 100 километров. Хорошо. Welcome to Portugal. Спасибо. Посмотрите, какие оливковые поля бескрайние. Оливки, 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 оливки. Огромные плантации оливковых деревьев. Завод переработки, наверное, оливкового масла. Плантации пробковых деревьев. Рисовые поля. Подъехали к нашей локации. Старый город, деревушка. Не знаем, где припарковаться. По-моему, здесь невозможно это сделать. Вот так, вот здесь. Португалия. Недалеко от Лиссабона. Не помню, как этот город называется. Сейчас надо будет посмотреть. Скажу. А пока, можете покататься с нами в поисках парковки. Даже такой вот есть, брошенный. Что-то происходит. Интересное растение. Так, наши апартаменты. Нам сейчас нужно взять ключ. А тут машина припакована. Так, мы попали внутрь нашего квартиры, апартамента, домик. Это домик отдельно, настоящий. Здесь все находится на первом этаже. Недорого. Семьдесят... Семьдесят евро. Так. Телевизор, шкаф. Рабочая зона. Здесь спальня. Все очень чистенько. Так. Дальше мы идем. Здесь должна быть мини-кухня. Так, мини-кухня. Можно что-то будет приготовить, постирать. Сделать кофе. Так, пойдемте, пока покажу. Поднимаемся наверх. Наверху будет терраса. Так она выглядит. Так. Уверена, здесь здорово будет посидеть вечером. Приятно. Да и утром. Так, закрываем. Спускаемся. Вниз. Такая лестница. Небольшая. И есть, конечно же, душевая. Туалет. Была какая-то реновация. Камина. Сетка. Ну и все. Будем отдыхать. Всем привет еще раз. Сегодня мы находимся... Где мы находимся? Палмера. Палмера. Это старая крепость. Полуразрушенная. 16 век. Конец 16 века. Сейчас посмотрим, что там внутри. Первое упоминание. 15 век. Что-то связано с королем Пуаном Первым. Реставрировалось или передавалось. Да? Не слышно. Даже внутри, на территории, какой-то отель, ресторан. Я так понимаю, что церкви и прочие всякие такие сооружения постепенно передаются в пользование частным лицам, бизнесменам. Поднимаемся выше. Надеемся увидеть хороший вид. Не выезжают. Скорее всего, вон там вдали, это четверо-звездочный отель. Герт возмущается, говорит, почему не могли вложиться немножко денег и сделать территорию более оккультуренной. Все-таки четыре звезды. А тут такие палеты. Церковь Санта Мария. 1443-1834. Сейчас пойдем в бывшую церковь. Здесь какое-то землетрясение было, поэтому здесь все разрушено. Гер, что-то нашел. Какой-то выход куда-то. Куда? Наверное, алтарь, да? Да, возможно. Что-то я не могу сделать, что я вытягиваю. Да? Я бы. Чурч Санта Мария. Ты видишь? Трап. Да. Очень старое захоронение, связанное с этой церковью. Церковь Святая Мария. Церковь Святая Мария. Ну что, поднимемся туда, на смотровую площадку этой крепости. Музей. Все, что нашли здесь. Зал третий. Тоже какие-то раскопки на испанском. Может быть, это какие-то постройки. Просто пропускали пол и оставили для музея. Да. Вот если видно, могила кого-то. вся территория этой крепости. Да. Вот все территории этой крепости. можно спуститься глубже. Вот артефакты, которые здесь нашли. Все-таки попробуем забраться. Ох, какие ступеньки крутые. Ух ты, вид. Ветрено. Надеюсь, меня слышно. Вся помыла на ладони. Поднимаемся выше. Ну, не уверена, что там будет. Нет, там закрыто. Конечно, закрыто. Это небезопасно и высоко. Но вот отсюда видно всю территорию. Ай-си-си. Вау. Океан. Так далеко видно. Пошли с Гертом искать еду. Очень странно, но в понедельник в Португалии часто рестораны, смотрите, как интересно. Закрыты по понедельникам, потому что они работают в воскресенье. Мы что-то нашли работающее. Да, очень красиво. Керамика. Где-то фасады нормально отреставрированы, а где-то не очень. Такая улица. Ветры навсегда. Но это Португалия. Реставрировано. Это музей какой-то. Я думала, что это дом. В результате кебаб. Понедельник. День тяжелый. Всем доброе утро. У нас новые планы на сегодня. Мы едем ближе к Лиссабону. Сняли там на два дня апартаменты. И хотим до заселения покататься по Лиссабону, посмотреть там что-нибудь, погулять. здесь нам очень понравилось. Неожиданно маленькое, но уютное место. Маленький домик. Совсем недорого, но очень все комфортно и удобно. Мы остались очень довольны. Проводили место, проводили время на крыше очень часто. то есть у нас там практически были все ужины и завтраки. Но завтраки здесь как-то так прохладновато. Прохладненько. В Португалии днем здесь где-то поднимается температура в сентябре 24 градуса днем максимум, что мы замечали. и ночь опускается до плюс 16-15. Ну ничего, здесь было тепло достаточно, теплое одеяло. Вообще странно, я на самом деле не ожидала, что в Португалии может быть так достаточно прохладно. Казалось бы, Малага тут сколько километров совсем недалеко. Ну как недалеко? Далеко. 600 километров, 700. Но уже совсем другое. Я думала, что одна и та же параллель и достаточно тепло, но здесь какие-то ветра, причем не со стороны океана, а со стороны материка. И достаточно прохладно. Свежо. Свежо. Не прохладно, свежо. Сейчас муж должен подъехать, мы загрузим наши вещи и поедем. Поедем и погуляем по Лиссабону. Ну а в 5 часов вечера мы заселяемся в другие апартаменты на 2 дня. У нас, кстати, сегодня годовщина свадьбы, 4 года. Как мы расписались, знаем друг друга дольше, конечно, но 4 года со дня свадьбы будем праздновать. Наверное. покрасили. Все. 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 Мы оставляем, как всегда, с собой все чистенько. Все убираем. Все. Ключ на столе. Всем пока. Пока. Не хочет нас отпускать, Томик. Садимся в нашу машинку. А, кто-то спрашивал. Подписчики спрашивали. Это Сеат Арома. Автоматическая коробка передач. Новенькая. Там всего, по-моему, было пробега. Совсем ничего. Я даже не знаю. Сейчас прошу у мужа. По-моему, 9 тысяч. А 9 тысяч было пробега. Ну, в принципе, ничего. Нормальная машина. Довольная. И у нас, Риска? Все. 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 Мой муж немножко придирчив ко всему. Но он честно говорит. Так. Ну, что. Продолжаем наше путешествие. Сейчас мы направляемся в Лиссабон на прогулку. Инсталляции на круговом движении. Станция железнодорожного сообщения в Лиссабоне. А мы вышли из торгового зала. Аскуда Гамма. сейчас хотим прогуляться немножко по набережной. Канатная дорога видна. там уже вода, море, океан. А здесь сад, водяной сад или сад фонтанов. Сейчас поближе подойдем. Следующий наш апартамент и наша остановка в деревне Мойте недалеко от Лиссабона. сняли апартаменты с двумя спальнями. Ну, так получилось. Хотя нам нужно только одна спальня. Ну, тоже ничего не помешает. Так, это у нас санузел. Вот так все. Привет, это я. Душевая кабина. Очень все неплохо. Так, это у нас обеденная зона, кухня, все есть. Посудомоечная машина, духовка, стиральная машина, холодильник. Холодильник, правда, тут платные напитки. Вот это все платное. Ну, бесплатный кофе. Все очень неплохо. Здесь у нас зона отдыха, телевизор. Герт отдыхает, устал. Say hi, Герт. Привет. Вот так у нас. И еще сегодня так получилось, что в этой деревне какой-то фестиваль. Я прям совсем рядом за углом. Ну, там, кстати, наша машина стоит. И там за углом какая-то площадка, музыка, пати, гриль. А мы здесь пока приехали. Отдохнем и, возможно, пойдем туда сходим. Посмотрим, что там. Может быть, что-нибудь вкусненькое перекусим. Тут, оказывается, корида проходила или проходит. Мы не знаем. Все перегорожено было. Сейчас все открыто. бычки. Защищены входы. Ну, сюда они, наверное, забегали. А мы можем, наверное, там сейчас поесть гриль. Надеюсь, не с бычкой. Фестиваль в деревне Мойта. Будет три дня кориды разнообразной. В этом я ничего не понимаю. Мы туда не собираемся идти. Жалко животное. Солнце садится. Все так украшено здесь. Действительно, люди празднуют. Много машин. Припарковано. Все отдыхают. Где-то что-то пьют. Дарят гриль. Все сверкает. Все. Вау. Здесь настоящая тусовка. Мы почти закончили ужин. И тут начался фейерверк. Я, правда, не знаю, где. Но что-то громко хлопает. А то новое. Красиво. И оркестр даже будет. Красиво. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но мы побудем здесь два дня и поедем обратно в Испанию Так что на этом всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok